Уровень обеспеченности Казахстана продовольственными товарами по шести видам составляет менее 80%. Показатели по остальным 80 и более процентов. И тем не менее, по уровню продовольственной безопасности наша страна значительно уступает России и Беларуси. Мы побеседовали с экономистами и узнали различные мнения по тому, как улучшить положение. Один из предложенных вариантов очень удивил. Повысить урожайность и поднять в целом уровень продовольственной безопасности в стране, по мнению одного из экономистов, помогло бы законодательное решение использования в Казахстане ГМО. Подробнее в материале Сауле Байгалиевой. Казахстан обеспечивает себя далеко не всеми видами продовольствия. Эксперты приводят банальный пример с сахаром, когда выяснилось, что большую часть продукта мы закупаем в России. Причин такого явления много. Нехватка водных ресурсов, плодородных земель. И в этой ситуации, по мнению экономиста Андрея Чаподарева, реальным решением проблемы могло бы стать использование генномодифицированных организмов, что позволило бы увеличить урожайность и устойчивость выращиваемых культур, например, к засухе. Потому что будут генномодифицированные растения специально под климат Казахстана, которые не подходят для обычных, которые растут в России, в Украине, Молдове, где есть хороший климат, где есть хорошие черноземы. У нас, к сожалению, не так. Когда мы употребляем пищу, мы не расщепляем ее до генов. Мы ее расщепляем до микроэлементов. Ген – это очень маленькая конструкция. Мы не расщепляем… Наш пищевой тракт не усваивает гены, он усваивает микроэлементы. Экономист признает, что это идея из области фантастики, но все же настаивает, что результаты будут, если помочь сельскому хозяйству наукой, новейшими разработками и инновациями. А экономист Арман Бесимбаев приводит другие доводы. Развитию агропромышленного комплекса, по его мнению, мешает давлеющее участие государства в этой сфере. Когда вы живете в системе сырьевого проклятия, вам не нужен результат. Его, он никому не нужен. Развитием, обработкой земель, засеиванием, уборкой урожая. Вот этим всем, как мне кажется, должен заниматься частный бизнес. И не нужны вам всякие вот эти вот байтерейки какие-нибудь, там еще какие-нибудь, там агропромышленные разные холдинги, квази-государственные компании или еще чего-нибудь, через которые, по большому счету, просто распределяется только бюджетный поток. И все. В Минсельхозе подобные доводы, конечно, опровергают. Что касается уровня продбезопасности в стране, то ведомстве заверяют, он достаточный. И первая задача – обеспечение физической доступности населения к продуктам – выполняется. По итогам также 2021 года обеспеченность внутреннего рынка продовольственных товарами и обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продовольственных товаров за счет отечественного производства составляет, вот, например, если их по имену назвать, вот, например, по 11 товарным позициям 100% и более – это картофель, огурцы, мука, пшеничная, да, хлеб, рис, макароны, крупа гречневая, молоко, баранина, яйца. По 12 прод товарам обеспеченность составляет 80% и более. По данным ведомства, лишь по 6 наименованиям продуктов обеспеченность составляет менее 80%. Это яблоки, мясо птицы, колбасы, сыр и творог, сахар и рыба. В рейтинге стран мира по продовольственной безопасности за прошлый год Казахстан расположился на 41-м месте из 113. Индекс страны составил всего 69,2. По этому показателю она значительно уступает России и Беларуси. Тем не менее, в профильном ведомстве заверяют, что голодать казахстанцы не будут. Продовольственный кризис нам не грозит. Сауле Байгалиева, Томикен Бизнес. Продолжение следует...